В цирке люди выполняют сложнейшие трюки. Они летают под куполом, жонглируют десятками предметов, а еще стоят на руках. И этому очень сложно и трудно научиться. Сложно научиться не потому, что у вас по ночам будут болеть плечи от бесконечных тренировок, распухать кисти рук, и наливаться кровью в глаза. Все это, конечно, рано или поздно забывается. Как же ты убил такое начало. Хорошее было начало, прям убил, прям под конец. Прям бутыл. Вот знаешь, что ты делаешь? Разницу, пойми. Вот ты начал, ты начал прекрасно, что в цирке, ну то есть вот это вот траляля, что там было самое начало, это было, о чем речь, не забыла, начало. Ну в общем, что люди летают под куполом цирка, и это, это тебе нравится. А после этого не надо нам вот, понимаешь, компостировать, там что-то болит, понимаешь? Да, понятно, что у вас обналиваются руки, у вас болят глаза, и вообще это все тяжело, но вы с главной, это быстро забывается, потому что это стоит того, цирк это стоит того, потому что когда вы потом встанете на обе руки и медленно оторвете одну от пола, почувствуете, как весь мир находится у вас на ладони. Вот в чем сказка, понимаешь? Поэтому болит, да, но это надо забыть, а ты болит, и надо забыть. Вот оно в руках. Кому это надо? Это все фигня. Круто, когда на двоих на двух руках вы стоите, понимаешь? Как бы вот у вас там. Ты уже все сказал, смысл, у тебя очень хороший монолог. Смотри, в цирке люди делают сложнейшие преми. Они, ты рисуешь там, ты показываешь, они летают под куполом цирка, они жонглируют, это классно, тебе это нравится, потому что это тебя вдохновляет, посвятил этому жизнь, ты счастлив, ты хочешь, чтобы они тоже испытали такое же счастье, когда пойдут учиться на цирковых артистов, понимаешь? И тебе трудно просто передать. Они джонглируют десятки предметов. Да, вот тут возвращаешься в реальность из мистики, понимаешь? У вас будут болеть плечи, у вас будут наливаться кровью глаза, у вас будут болеть ваши руки, но это быстро забывается. Почему? Потому что как только вы выйдете на сцену, встанете на вот их руки, произойдет магия искусства, это будет праздник. Вот что надо сделать. Поэтому не надо позиционировать все по отдельности, что вас будут болеть, ты никого не зомбируешь. Наоборот, они будут болеть, ну а что вы хотели, понимаешь? Это трюки. Сейчас я попробую. Будет болеть глаза, но это можно забыть. Это можно все просить ради того, что ты на сцене, понимаешь? Вот в чем смысл. Эти люди делают сложнейшие крюки. Этим надо зарядить нас. Сложнейшие крюки. Они летают под куполом. Ты летаешь под куполом, представляешь себе, ты уходишь туда. Потому что тебе это очень нравится, понимаешь? Они летают под куполом, они жонглируют миллионом разных предметов. Да. А еще стоят на руках. Еще стоят на руках. Вот это то, что ради чего ты пришел в цирк сам. Теперь ты возвращаешься, смотришь на нас в камеру и говоришь, да, конечно, у вас будут болеть руки. Правильно, о чем хотели вы на репетиции. У вас будут болеть плечи, у вас будут наливаться глаза крови, да, вы даже будете думать, зачем вы пришли в цирк. Но все это быстро забывается, потому что как только вы выйдете на сцену и поставите на пол обе руки, а потом медленно берете одну руку и почувствуете, как весь мир находится у вас в ладу. Понятно? Вот о чем вы должны уловить это. Понимаешь, без перехода не получится. Но переход из рисунка, когда вот ты рисуешь что, под куполом цирка и миллион предметов вообще и вот на двух руках стоять, а вот здесь переходишь в реальность. Да, это требует усилий. Понимаешь? Угу. Да, это требует напора. Это может быть даже какой-то безжалости. в смысле вот все, да, у вас все будет болеть, конечно будет болеть. Это неприятно, но это стоит того. Понимаешь? Вот это вот разница должна быть. Потому что опять, и тут ты нас погружаешь в сказку, чтобы мы поверили, что вот эта реальность стоит того, чтобы попасть в этот мир фантазии. Понимаешь? Вот это мы хотим увидеть. Давай еще раз. Начали. В цирке люди пополняют сложнейшие трюки. Они летают под куполом, жонглируют десятками предметов, а еще стоят на руках. И этому очень сложно и трудно научиться. Да, у вас будут болеть плечи от бесконечных тренировок, распухать кисти рук и наливаться кровью в глаза. Но все это со временем забывается. Вот только одно не забывается никогда. Это когда ты стоишь на двух руках, медленно отрываешь одну руку от пола и понимаешь, что у тебя на ладони лежит земной шар. Я не ускорялся там, где про вот это вот. Ну понятно, мне не надо, чтобы ты нарочно ускорялся. Понимаешь? Мне надо, чтобы ты еще раз. Ты объясняешь, что ребята, ну я не могу первую фразу, надо идти учиться на цирковых артистах. То есть цирк, это очень хорошо. То есть что там такое, первая фраза, как она начинается у тебя? Ну, в цирке люди выполняют сложнейшие трюки. Вот, в цирке люди выполняют сложнейшие трюки. Они, ну я же не так говорю, что в цирке люди выполняют сложнейшие трюки. Я же не пробегаю мимо, понимаешь? Просто объясняю, что в цирке люди выполняют сложнейшие трюки. Они, и ты сам себе представишь, вот только начинаешь рисовать уже, они летают под куполом, они жонглируют огромным количеством предметов. Вот этим ты должен нас заразить сначала. То есть если ты уйдешь в полную вот эту вот, то, они все потеряли, зрители, да? А ты хочешь объяснить, что есть много чему можно научиться в цирке. Жонглировать предметами, летать под куполом, стоять на двух руках. Вот это то, что мне больше всего нравится, да? Да, это больно. Тут возвращаешься именно в реальность, ну вот просто физически, почувствуй тело. То есть там, ты чуть-чуть вышел туда, ты как бы рисовал, тут ты возвращаешься, просто почувствуй ноги в этот момент под собой, просто поймешь, пойдешь в нужном темпе сразу. Потому что да, это больно, понимаешь, я уже возвращаюсь здесь и сейчас. Я же здесь не ускоряюсь, я не прошу тебя менять тон, голос, просто если там я была в своих, более-менее, фантазиях и воспоминаниях, то здесь я возвращаюсь вот прям в рамки тела, физику, понимаешь, я чувствую пол под ногами. Да, вот, я помню, как у меня болели руки, да, после этого болят плечи, я просто про себя, про сейчас говорю, понимаешь? Ну, ребята, это с этого, а вот теперь я не ухожу никак в начале воспоминаний, в начале были воспоминания, это была абстракция. Сейчас была конкретная физика, была я здесь и сейчас, а теперь я ухожу в свою мечту, понимаешь, это же я, это вот что-то, что меня вдохновляет, что меня является самым ценным, ради чего я все это время всем этим занимаюсь. То есть я в принципе, что я сейчас делаю, это вот то упражнение, которое вы можете качать только на дно. Я раскрываю сердце, я зрители, просто впускаю себя и говорю, ребята, катаюсь сильнее, я готова любить весь мир. Вот что, в конце мы раскрываемся, понимаешь? Поэтому происходит совершенно по-другому, здесь не надо контролировать, будет темп, ритм, вот это, ты надо понимать, что вначале ты вспоминаешь, поэтому рисуешь. Потом ты говоришь здесь и сейчас, ну как вот это, больно, однако. А потом, что ты, несмотря на всю эту боль, готов раскрыть, раскрываешься. И вот это вот раскрытие, мы чувствуем, оно просто, естественно, тут же замедляется, и темп, и все остальное, и голос чуть-чуть спокойнее, потому что, когда ты раскрываешься, ты, в принципе, становишься очень спокойной. Ну это естественно, вот я просто это делаю, естественным способом. А когда здесь и сейчас, естественно, ты объясняешь, ты напираешься, ты объясняешь, что телу больно, мне больно, это действительно, ну это надо объяснить, это надо, как сказать, вот кого-то как будто вдохнуть, понимаешь? Ну то есть, ты вот физически, вот просто физически ножки почувствуй, вспомни о том, что я встаню на полу. Ну просто вот сразу физически напряди ноги, ты начнешь разговаривать конкретно, ясно, здесь и сейчас. А потом ты забываешь, про ноги, это и здесь. Знаешь, это так и естественно выходит. Вот этого не хватает, понимаешь? Так поэтому сразу в голове, я думаю о том, как, тут так, тут так, тут так, тут перейти. Вот это вот оно и было видно. Чисто формально, ты сделал все верно, ну вот как ты говоришь, не было, да? Да, ну и потому что, я сам прочувствовал. Ну конечно. Я когда на съемке, это все. А не то, что можешь или не можешь, а просто потому, что ты начал думать. В процессе того, как ты это производишь, думать нельзя, надо делать. Понимаешь? А думать будешь после, например, получилось или нет, да? Поэтому вот сейчас вот забота, это называется, о том, как надо. Надо просто вот главное помнить. Сначала я вспоминаю, рисую, потом я здесь, сейчас говорю. Очень видно, например, в сериале, когда актер, например, там что-то забылся, а с вами сыграл, потом видно, прям в какой-то момент он вспомнил, что ему что-то говорил режиссер, начинает усиленно вспоминать, чужой от него хотели. И в этот момент он начинает так хурово играть, по сравнению с минутой назад. Понимаешь, что вот это вот сразу видно, когда он вспомнил, или когда он вспомнил про свой обед. Это тоже сразу видно, прям, как он упражает, что он туда. Про свой обед. За суп, за суп, за суп такой. Понимаешь? Вот нам надо не думать о другом. Вот в этот момент надо просто задуматься только о том, что ты тут рассказываешь. И даже если ты немножко не выполнил задачу режиссера, но хорошо жил, тебе это простят. Вот это важно. Потому что, может быть, твой вариант даже будет интереснее, чем тебе предложили сначала. Такое бывает. Запись пошла? Сейчас еще, пожалуйста. Начали. Ой. Стой. Сейчас. Начали. В цирке люди выполняют сложнейшие трюки. Они летают под куполом, жонглируют десятками предметов, а еще стоят на руках. И этому очень сложно и трудно научиться. Сложно научиться не потому, что у вас будут болеть плечи, по ночам от бесконечных тренировок распухать кисти рук и наливаться кровью глаза. Все это, конечно, тяжело, но со временем забывается. Вот только одно не забывается никогда. Это когда ты стоишь на двух руках, медленно отрываешь одну руку от пола и понимаешь, что у тебя на ладони лежит земной шар. у меня сейчас как-то шло. Начало было и конец вот как у тебя лежит в смысле вот когда тревога, вот это первые две части было супер. это было видно. Вот первые трети даже хотелось сказать, что больше а снимать друг или не будешь, я думала, что вот это будет лучше любой. Все равно даже, если мы еще сейчас снимем, середина была, потому что ты там опять начал супер твоих руках, но ты там объясняешь, а ты вот этим вот занимаешься, ты пытаешься кому-то объяснить, понимаешь, оно не очень естественно идет, потому что ты тогда сразу становишься, ты не должен выходить из образа, когда ты даже объясняешь, ты объясняешь не ты объясняешь, вот ты сейчас пытался объяснять, а поскольку у тебя это не получается, у тебя сразу вот эти брови прошли. И здесь ленивка идет всегда, то есть когда мы, ну то есть как бы сказать, не было собственного опыта. А то ты должен был идти, потому что ты цирковой артист, да, у меня все болело, понимаешь, да, это было, но. Начало, сейчас немножечко серединки, но вот начало и конец, в любом случае это скрашивают, потому что я говорю, серединка немножко выпала, но в конце опять вошел, ну именно вот в это вот, магии, потому что у тебя такой опыт был, потому что ты снимаешься, тебе это понятно как артист. Понимаешь, начало, вспоминать, у тебя тоже вот выходит, объяснять, понимаешь, надо объяснять не от себя, поэтому странно, потому что у тебя не было такого, что ты цирки там, на крови, это самое, понимаешь, дошел. Надо из того опыта, что ты так, понимаешь, что ты цирковой артист, то есть не выпасть, ну немножко поднимусь, было, небольшое. то есть, я сейчас монтировала кино, и начало, конец отрезала, и прям даже больше не повторяла, а то середину сейчас записала, и я сейчас ставила туда, вот, ну, понимаешь, да, вот, а еще лучше сделала какую-нибудь красивую панорамку, а в это время записала твой голос, вообще бы так, идеально в конце, понимаешь, я тут сразу буду больше, поэтому все нормально, мы не будем перезаписывать, но, чтобы ты просто не себя понимал, не пытайся никому никогда ничего объяснять, когда объясняем, у нас сразу включается рассудок, ну и выпадаешь в эти роли очень быстро, а ты пытайся там, то есть, они тут объясни, я бы так сказала, практически никогда не надо играть объяснение, вообще даже, если в роли объяснения, надо придумать его заметку, я говорю тебе, что ты сейчас пыталась когда, да, у вас это, да, у вас то, я тебе не объясняю, получается, что, получается, я пытаюсь, я, если честно, что в этот момент делаю, я на тебя наезжаю, да, то есть, я включаю небольшой, так сказать, напор, навес, то есть, если бы я объясняла просто, ну, пример, это у меня было, но я могу объяснять, потому что я работала педагогом, и много работаю, преподаю, поэтому у меня объяснение есть, объяснение, это, это нейтрально, это вот здесь, так потом, например, из пункта, в пункт, бэггл, шо, поиск, это понятно, то есть, дальше я могу нейтрально объяснять, человек, который не работал учителем, так сказать, объяснение всегда будет очень хреново, вам не надо это объяснять, надо заменять, вот, а сейчас оно пришло, да, у вас это будет болеть, да, у вас то, но вам надо, это, например, то же самое, как какой-нибудь врач, объяснял мамашу, которая не хочет везти ребенка в больницу, а ему надо объяснять, ну, понимаете, вы можете его лечить дома, понимаете, вы можете рожать дома своего ребенка, но если ваша кушетка к вам не приедет, вас неправильно примут, ребенок умрет, это страшно, что я в этот момент делаю, я разве объясняю, ну, как-то я объясняю, попутно, но главное, что я делаю, я на нее наезжаю, пытаюсь эмоционально задавить, чтобы она со мной согласилась, понимаешь, вот то же самое, я должна вот здесь я тебе предложила, что не нейтрально объяснять, а наехать немножко на твоего, зрителя, да, объяснить, что да, это, конечно, есть, это больно, это неприятно, это вот наезд, извините, потому что если я тебе объясняла, как ты сейчас потолкать, ну, не вышла, потому что нейтрально, это трудно объяснить, да, у вас будут болеть кистью, да, это будет, видишь, у меня у самой брови поперли, даже чуть мог так объяснять, да, будут болеть, вот что нужно, понимаешь, это наезд, это другая эмоция, а у тебя ее не было, понимаешь, ты пыталась метрально объяснять, а не надо, поэтому вот объяснять никогда не надо, запомните, на сцене особо, только если ты персонаж, учитель на заднем фоне, а все остальные, либо вдохновляют, либо рисуют, либо наряжают, ну, это так работают даже все эти тренинги, ну, я имею в виду, которые у меня большой аудитории, они либо прессуют аудиторию, либо вдохновляют, да, радуют вот это вот все, да, ну, вот, ну, еще иногда унижают, вот, у меня еще вопрос будет, один, мимо проходил, там фотографии, там фотографии актрисы, с которой я снимался, там, скажите, кто она, она в главную роль сейчас играет, и я играл как раз мажора, и мы с ней взамен, если я ее, короче, соблазнил, да, я не понял, что она соблазнила, я уже тут забыл уже, мы на двух ягварах с ней едем, и я у нее снова, теперь к вам спрашиваю, ты мне главное понял, что ты делал, вот мне сейчас важно, объяснение, да, ну, с наездом, ну, сделай с наездом, он сейчас мне кусок, серединка, да, у вас будут болеть руки от бесконечных тренировок, распухать кисти рук, но ты при этом не веришь, но ты и рвешь, понимаешь, это не так хуй, да, но это стоит того, понимаешь, что ты делал, наезжать надо с целью, не просто так я наезжаю, не бы наезжать, так вот тоже не работает, понимаешь, я хочу тебя убедить, что надо это сделать, чтобы тебе это пройти, чтобы потом был праздник, то есть праздника без этого не будет, понимаешь, то есть надо пройти, чем неволи страдать, чтобы прийти, насколько он, но и все смысл, А я ему, ты наезжаешь, не брось в жопу наезжать, а он говорит, так не выйдет тоже. А зачем? Ну что надо пройти через... Вот что надо пройти, вот объясни мне, что мне, я думаю, что вот мне нахрен не надо, потому что у меня вообще хорошие маникюры, вообще не хотим идти туда. Понимаешь? А ты объясни, блин, разок сотрешь маникюр-то, понимаешь, зато потом будет что-то, чего не было никогда и не будет твоей жизни нашей. Понимаешь? Да. Этому очень сложно и трудно научиться. Сложно научиться не потому, что по ночам у вас будут болеть плечи от бесконечных тренировок, распухать кисти рук и наливаться кровью в глаза. Все это, конечно, забывается. Все это, конечно, знаешь, в чем дело? Ты не надо, вот это, говоря, отрезал эту фразу, опять придумал, что ее надо отрезать. Видишь? Где неправда, она сразу и тебе не видна. Где? Где отрезал эту фразу? Финальная фраза. Все это, конечно, тяжело. Все это, вот, вот, ты нормальчик, разговариваешь, и сразу видно. Все это, конечно, тяжело, ну пусть мы сейчас с таким жестом, но нормальчик. А это вот изображает что-то, она сразу видно, понимаешь? Плюс начинается, переход. Она спокойно сказала, да все это забывается, это можно забыть, пережить. Оно все прекрасно, сразу я тебе верю и сразу хочу слушать дальше. Потому что мне это важно, что ты мне не врешь, понимаешь? Чтобы меня вдохновить куда-то, правда? Тебе главное, нужно тебе верить, понимаешь? Нам еще монолог снимать. Давайте снимать монолог.